Сегодня стали известны имена победителей республиканского конкурса «Учитель года Чуваши». 26 специалистов боролись за звание сильнейших. Во время конкурса педагоги провели открытые занятия с детьми, методические семинары, родительские собрания и классные часы. В итоге определились 5 лауреатов. Кто стал учителем года, подробнее в нашем сюжете. На торжественной церемонии награждения участников конкурса «Интрига кто же станет лучшим» сохранялось до последнего. Педагоги следили за происходящим на сцене, затаив дыхание. Сначала объявили лауреатов и дипломантов. Человек только разносторонне одаленный может стать победителем этого конкурса. Разносторонне педагогически одаленный, я хотел бы подчеркнуть. И слава богу, такие учителя у нас есть, и их много. И мне как члену жюри было очень сложно порой выбирать, потому что один другого был лучше. В конкурсе воспитателей в этом году было много дебютантов. Жюри в первую очередь оценивало опыт. Причем важен только не стаж работы, имеют значение яркость подачи материала детям. Психолог Новочебоксарской гимназии номер 6 стала лауреатом конкурса в номинации «Педагог-психолог Года Чуваший-2014». Участвовать действительно сложно, потому что три абсолютно разноплановых конкурса. Достойные соперники, очень достойные соперники. Ну, по крайней мере, нужно было показать все свое профессиональное мастерство, но это непросто. Сегодня назвали победителей сразу пяти республиканских конкурсов профессионального мастерства педагогов. «Учитель Года», «Воспитатель Года», «Самый классный классный», «Психолог Года» и «Социальный педагог». Учитель иностранных языков Новочебоксарской школы номер 5 Екатерина Владимирова, ставшая в итоге победителем номинации «Учитель Года», призналась, что опыт, полученный на конкурсе, бесценен. Теперь ее ученики могут без преувеличений говорить, что английскому их обучает лучший учитель в республике. Призеры получили денежные премии и дипломы. Главной наградой лучшим педагогам стала премия главы республики в размере 150 тысяч рублей «Учителю Года», 100 тысяч рублей «Воспитателю Года» и по 50 тысяч рублей каждому победителям остальных номинаций. Олесь Русакова, Антон Вовк, Республика.